Всем привет, ребята! Я сегодня один, даже не подготавливался. Заранее прошу прощения, если что-то не так с картинкой, я вроде как мог настроил камеру. Сейчас подождем, пока привет. Ага, все. Итак, речь пойдет о недавнем скандале с представителями СМИ, которые обвинили меня в том, что я набросился на журналистку с оскорблениями. Заранее прошу прощения за то, что читаю, потому что я не подготавливался. Также не хочу упустить некоторые факты, поэтому все-таки буду читать. Потом вы увидите сам видеоролик от начала до конца, а не тот отрезок, который показали журналисты. Начнем с того, что за каких-то 15 секунд с начала их репортажа они ошиблись целых три раза. Сначала диктор сообщил, что инцидент произошел по адресу Чулпанатинска-Горького, хотя конфликт имел место совсем в другом месте. Все случилось на улице Карадариинской, в 100 метрах от ее пересечения с улицы Горького. Это достаточно далеко от того адреса, который они назвали. Мелочь, скажут журналисты. Тогда зачем вообще упоминать адрес, правда? Далее в этом же 15 секундном отрывке говорится о том, что это был мой совместный с сотрудниками ООБДД рейд. Тоже неправда. Вы вообще когда-нибудь меня видели совместно с сотрудниками, чтобы я рейд проводил? Во-первых, никакого совместного рейда с сотрудниками милиции не было. Это легко могут подтвердить другие представители СМИ, связавшись с пресс-службой МВД. Кстати, почему вы, остальные представители СМИ, не связавшись с пресс-службой МВД, говорите то, что говорят о ней? И вы не цитируете их, вы пишете это как бы утверждая, понимаете? Но это же не делается, вы что, настолько обленились, что не можете просто позвонить пресс-службой МВД и спросить? Третья ошибка за 15 секунд. Сотрудников ООПСМ назвали сотрудниками ООБДД. После этого уровень зашквара только растет, ведь голос за кадром сообщает, что машина съемочной группы из-за отсутствия парковочных мест была ненадолго припаркована в неположенном месте. Это что получается? Я могу ненадолго украсть вещь, которой у меня нет? Как это вообще возможно ненадолго нарушить закон? Как же тогда пьяные водители, которые из-за отсутствия желания вызвать пьяное такси, ненадолго управляют своими автомобилями, а журналисты снимают их на камеру? Потом говорится о том, что я ради дешевого пьяра оскорбил журналистку. Тут даже не знаешь, с чего начать. Ну ладно, начнем с пьяра. Ведь я тот человек, который с момента создания своего YouTube-канала ни разу не сказал вам подписывайтесь на мой канал. Ну как меня можно обвинить в пиаре, да еще и дешевом? Тем не менее, подписчиков у меня одного, у меня одного, ненамного меньше, чем у целого телеканала, который обвиняет меня в дешевом пиаре. Там работает целый коллектив, и если разделить количество их подписчиков на количество их сотрудников, то скорее всего каждый из них будет стоить примерно как один мой палец. Заранее прошу прощения у остальных сотрудников телеканала, которые не причастны к конфликту, но раз про дешевый пиар заговорили именно в эфире телеканала, то как-то так, извините до меня. В общем, такой у меня отзыв об их репортаже, комментировать его дальше как-то смысла не имеет. Может вы видели или нет, они вставляют скрины, комментариев, где я, мягко говоря, выгляжу в не совсем хорошем свете, да. Хотя практически во всех комментариях к публикациям об этом конфликте люди пишут совсем другое. И еще, да, вот говоря о дешевом пиаре, как я могу пиариться на людях, которые работают на зарплату, да, я вообще это бесплатно все делаю, вот эту всю деятельность. И я при этом не осуждаю их, что они там на зарплату работают, а я бесплатно это все делаю. Но когда они говорят, когда люди, да, которые работают на дядю, обвиняют меня в дешевом пиаре, это, мягко говоря, странно и глупо. Вы же зарплату получаете, правильно? Правильно. А я никаких денег не получаю за то, что делаю. Я получаю ровно то, что могут дать какие-то пользователи, то, что могут подарить, и все. Вы же зарабатываете этим на жизнь. И говоря то, что вы сотрудниками милиции помогаете, вы это в видео увидите, да, журналист, с которой я поругался. Она говорит патрульным, вот мы каждый день сюда приезжаем, там чуть ли не помогаем вам, про вас все время снимаем, а вы вот нас хотите оштрафовать, да, что-то в этом роде она говорила. Да вы должны ноги целовать сотрудниками милиции. Они дают вам контент. А вы, журналисты, без контента просто никто, вы голодными останетесь. В первую очередь для вас важен контент, запомните это. Если у вас не будет контента, у вас не будет зрителей. Если у вас не будет зрителей, вам будет не на что жить, понимаете? А вы, благодаря сотрудникам милиции, делаете контент. У вас эфирное время становится интересным. Люди смотрят, как вы пьяных водителей снимаете, например, да, не у ТВ патруль программа. Правильно же? Ну, если мы заговорили о пиаре, давайте уже на чистоту разговаривать. Я немного отвлекся от самой сути. Просто очень обидно, когда людям пытаются вскружить голову. Ведь этот канал, возможно, смотрят люди, которые не достигли совершеннолетия. Или которые не смотрят мой YouTube-канал, не являются пользователями интернета. И получается так, что для них именно информация предоставлена в однобоком порядке. Теперь о самом инциденте. Я, как и всегда, заметив неправильно припаркованные автомашины, попросил сотрудников УПСМ отреагировать на ситуацию. Я вообще туда по делам пришел. Вы знаете, что я постоянно, когда вижу, да, неправомерные какие-то действия, будь то со стороны сотрудников милиции, будь то со стороны гражданских, я всегда прошу отреагировать соответствующие органы. Этот день не был исключением. Я попросил сотрудника УПСМ отреагировать на ситуацию, на что он ответил согласием. Я его подождал некоторое время. Потом к сотруднику, потом точнее к водителю автомашины телеканала Нью-Ти-Ви подошел сотрудник, попросил документы, на что он начал отказываться, говорить, что вот мы же вместе работаем, это все тоже видео вы увидите. Потом пришла эта журналистка и начала говорить им, что вот вы из Абулута Ибрагимова сейчас нас будете штрафовать, почему вы так каждый день не работаете, мы каждый день сюда приезжаем, весь этот бардак происходит, тогда давайте мы будем сюда каждый день приезжать и весь этот беспредел фиксировать, раз уж вы нас хотите штрафовать. То есть журналист, понимая, что весь этот беспредел творился и до, она хочет реагировать только после того, как их будут за это штрафовать, понимаете? Ну я же где-то место нашел, я же припарковал свою автомашину, и я же начал реагировать на это не после того, как меня штрафовали. Я хочу, чтобы везде был порядок, и везде, где я нахожусь, я пытаюсь навести порядок, пытаюсь призвать соответствующие органы реагировать. А не так, что когда тебя только штрафуют, ты начинаешь скандалить и говорить, нет, давайте тогда всех будем штрафовать, давайте тогда мы сюда будем каждый день приходить. То есть сначала ты молчишь, а потом, если тебя это касается, ты начинаешь реагировать, это же неправильно. Потом к самому сотруднику УПСН журналистка подходила, говорила некоторые вещи, я постараюсь как можно громче на этом месте сделать звук и прописать там субтитры, чтобы вы услышали. Кстати, о нагрудной камере инспектора я связался с руководством непосредственным, да, и узнал, что на тот момент нагрудная камера была отключена. Я даже не знаю, как реагировать на этот факт, потому что нам очень громко заявляли, что эти камеры будут писать прям 24 на 7, никогда не будут отключаться. Это обещание мы слышали, когда формировалась ГУПМ, слышали, когда формировали УПСН, и получается так, что видео не будет. Хотя, если бы мы произвели выемку с нагрудной камеры инспектора, то было бы слышно, что журналистка говорила сотруднику УПСН. Ну, как-то так. Я терпел это некоторое время, да, пока она ходила, что-то говорила инспектору. Потом она мне приходила, говорила что-то там. Почему вы на то не реагируете, почему на это не реагируете? Ну, кратко говоря, да, обо всем конфликте, не говорите мне, что делать, и я не буду говорить, куда вам идти. Вот так и получилось, понимаете. Ну, я даже не сказал, куда идти, я просто посоветовал закрыть ее рот и сесть в машину. То, что я сказал о ее вмешательстве в работу органов внутренних дел, да. Некоторые же пишут, что, мол, ты же сам вмешиваешься в работу органов внутренних дел, ты же являешься пассажиром, тоже споришь с ними. Ну, так не надо путать Сафари и журналистку, которая не знает элементарную норму закона. Большая разница. И очень такой важный момент. У нас, у ребят из Сафари, практически на каждого есть доверенности. Я, например, имею доверенность от Ороза. Я могу выступать от него в судах, в милиции, еще где-то. Я могу подписываться за него, там, он за меня, там, я за Максима, Максим за меня. У нас есть доверенности, понимаете. И когда мы вступаем в диалоги, мы же, наверное, тоже не просто так вступаем. Мы же тоже не дураки. И зачастую у нас не такие моменты, когда ты явно нарушил, вот ты явно в зоне действия знака 327 находишься, которая запрещает основку и стоянку, и стоишь, споришь. А почему так? А почему так? Согласитесь, это разные вещи. И она спрашивает, а почему ты того не наказываешь? Там машина пустая стоит. Как он накажет? Кого он накажет? Он что, машину водительского удостоверения потребует? Есть страх выпишет, что ли, машине? Вообще абсурд. Разумеется, там водитель сидел в машине съемочной группы. У него и документы. Тем более, он первый стоял по очереди. В общем, ну как-то так, да. А потом еще оператор ко мне подходил, говорит. Вон машина сзади подъехала. Хотя он сам там ближе стоял. Он говорит, вон смотри, машина подъехала. Почему ты про нее ничего не говоришь? Ну какая ему разница? Он вообще оператор. Потом она подходит мне тоже, говорит. Вон, типа, машину, вашу машину поставили. Почему вы там не говорите? Опять же, какая им разница, кому я что говорю или не говорю? И это все потихоньку вот так накапливалось, накапливалось, накапливалось. И с одной стороны еще жалко стало самого инспектора. Она ему что-то предъявляет, а он ответить толком не может. Ну понятно, что он сотрудник молодой, только начал работать. С одной стороны, у меня была злость на него, потому что он не мог толком ничего ответить. С другой стороны, было жалко его. Ну она журналистка, он, наверное, немного побавился все-таки. Хоть она и не опиралась ни на какие нормы закона. Просто говорила, мы к вам каждый день приезжаем. Практически мы вам помогаем, а вы так якобы делаете. Ну в записи это все услышите. И знаете, я же сам, да, вроде бы как обещал полгода-год не трогать сотрудников УПСМ. Вы же ведь не видели видеороликов про них. И тут такая ситуация, они говорят, что камера была выключена. Я же, конечно, не верю им, что камера была выключена и запись не велась. И они в этом конфликте как бы в сторонке находятся. И навряд ли, я думаю, что если я свяжусь с сотрудником УПСМ, который выписывал протокол, он подтвердит те слова, которые были на съемке. Ну как-то так, ребята. Надеюсь, я ничего не забыл. В общем, смотрите видео. Всем вам спасибо за внимание. Всем вам спасибо за поддержку. 3.27, который запрещает остановку стоянку. Вот она ситуация такая, да, примерно? Так, сегодня 4 февраля, город Бишкек, здание УПДД города Бишкек. В зоне знака 3.27 находятся автомашины. Так, раз, два, три, четыре. Там у нас перед въездом УПДД поставили постового. Сейчас мы у него поинтересуемся, почему не принимаются меры. Здравия желаю. Сотрудники милиции, да? Почему меры не принимаете? В зоне 10 знака 3.27. Когда приедем? Сейчас. А, ну я сейчас выйду тогда. Обратно буду проходить. Примерно в Ченниск. Мы боремся здесь, если честно. Все хорошо. Товарищ сотрудники, можно, да, обратиться? А вон там инспектор как раз сидит. Свободен он, нет? Здесь зона 10 тоже не прекращается, да, за? Это авто степ трот. Водитель как раз там, а может, сразу заберете документы, на него тоже состоите. Гет палау дым, да? Здесь ставить нельзя, там этот протокол составляет, знак там есть. Дальше поедем. Завтра сядем. Хорошо, конечно. Мель, чуть-чуть линию. Алло. Таренку. Да, я жила. А протокол с собой, да, у вас? Протокол с собой, да? Вы тогда задержите, он водитель, он нарушает протокол. А, товарищ спектор. Степ трот. Степ трот. Водитель на месте. Степ трое. Степ, степ, манат. 3,27, знак же там стоит. Степ, степ, манат. Степ, степ, манат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уберняйте через этот джок, пока. То, кто вон на Боблайске. Ты видишь, что мажет три месяца, да, вон будет, как то есть. Еще штуланы, воин. Я, знак не вижу, запишем знак. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я знаю, он гражданский активист, он часто работу БОВДД освещает. Машины, они стоят вверх. А водитель вверх, если дошли, что не дошли? Да. У вас там по протоколу, по вашим этим вот так, да? Должны дожидаться. А если завтра придут водители, тоже будете дожидать? Да? То есть до вечера всем мы будем вот так ждать водителей? Да. Хорошо. Как по-то вот морали так. Начинаем получиться. А ну да, имя было на 2-4 км. Стоимость уже машинки не подошли, да? Сuna шарфта здесь влезут. Это право. А вот альпийская ситуация здесь в года. Я буду члены. Гнукова очень. Да, согласитесь, гнукова. Ну, в городе здесь, давайте подойдем к ним в городе. А ну да. Я буду grustать водителям, чтобы прожить туда. А вон булки стоят, машины. Тут даже вот эти машины, давайте честно признаемся, сотрудникам самих у нас. Давайте честно сейчас. Вот эти машины тоже. Алик ковкар. Сейчас, друзья, в общем, идет москва. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 или начальник. Понимаете? Это даже может подтвердить сам Моторов, которым я на улице высказал. Говорю, Байке, как так? Ну почему? Должен же был прийти. Он говорит, ну вот так у нас. Еще был ведущий программы Не уйти и патруль. Он также может подтвердить. Он слышал этот разговор. Так что не надо говорить, что вы предоставляете свой канал, как площадку. Он вообще даром не нужен. Понимаете, ваш канал? У меня своих... Своей аудитории хватает для того, чтобы заявлять о проблемах. Зная о том, что вы практически умоляли меня прийти на этот эфир. Вы заявляете потом, что вы предоставляете площадку для гражданских активистов. Да пошли вы со своей площадкой, поняли? И со своим каналом. Позвали, говорили, будет Саркулов, будет и ледоначальник, а потом вы так говорите, одолжение делайте. И оператор, да, вот он у меня там спрашивал, а почему ты того не говоришь, а почему ты этому не говоришь? А вы когда вот не у ТВ патруль снимают, вам пьяные водители говорят, иди вон, в городе еще много пьяных водителей ездит, иди их снимай. Вам такое говорят разве? И почему вообще оператор открывает свою роту, его работа снимает на видео?